Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сегодня мы поговорим об общении и разговорах в браке. Я не люблю использовать слово «коммуникация». Это мой личный заскок. Я не люблю его использовать, потому что его используют слишком часто. Но вы понимаете, о чем я. Это слово у всех на устах, и оно означает, я передаю информацию другому человеку, а он ее принимает. Поэтому я предпочитаю слово «общение» или «разговор». Если вы внимательно посмотрите на любой счастливый брак, то заметите, что муж и жена умеют общаться друг с другом, а иногда даже без слов. Это общение у всех пар разное, поэтому одного шаблона быть не может. Общение может принимать разные формы. Но я еще раз хочу повторить то, что говорил в двух предыдущих частях. Я не хочу навязывать вам чувство вины, чтобы вы не думали, а как же то или это. Потому что я хочу сказать еще раз, если грех прелюбодеяния или насилие продолжается без остановки и покаяния, без плодов покаяния, то, согласно Слову Божьему, это убийца брака. Поэтому я хочу убедиться, что вы услышали меня и поняли меня правильно. А сегодня я хочу сфокусироваться на общении, потому что оно может быть спасителем брака. Я сказал «может быть». Уловили, да? «Может быть». И я хотел бы поделиться с вами из личного опыта тем, что такое убийца общения, разрушится ли общение, и тем, какое влияние именно общение должно иметь в браке. Вот эти три вещи. «Календарь», «Дети», «Конфликт». Я поговорю о календаре, а потом немного о детях, а потом о детях расскажет тот, кто имеет в этом огромный опыт. Что я имею в виду под словом «календарь»? Послушайте меня внимательно. Молодые родители, я хочу сказать вам, и Бог мне свидетель, что я восхищаюсь. Я восхищаюсь тем, как молодые пары заняты в наши дни. Я честно не знаю, как они справляются. Их расписание переполнено различными видами деятельности, и они бегают по всему городу, туда-сюда, туда-сюда. А если мама еще и работает, то добавьте к этому долгие часы работы, домашние хлопоты, отвезти ребенка с одного кружка на другой, с одной секции на другую. И все это кажется бесконечным. Наблюдая за всем этим, я удивляюсь, как у них это получается. Но некоторые путают занятость со счастьем. Правда в том, что многие пары так измождены и так эмоционально измучены, они не могут найти времени для себя, для своей пары. Они не могут найти времени даже для того, чтобы поговорить нормально. Они не оставляют времени для того, чтобы говорить, слушать и реагировать друг на друга. Они не уделяют время тому, чтобы обменяться мыслями и, да, своими чувствами. Я не против чувств. Чувства весьма и весьма важны. Я знаю, что сейчас я удивил некоторых из вас. Они никогда не уделяют время тому, чтобы сфокусироваться друг на друге без спешки. И без такого здорового общения, и я говорю не только о словах, а обо всех аспектах общения, у них будут проблемы. Мы вернемся к этому в конце послания. Итак, календарь. Если им не управлять правильно, если не планировать время наедине друг с другом, то возникают проблемы. А во-вторых, у нас идут дети, особенно маленькие дети. Если вы меня знаете, то для вас не секрет, что я люблю детей. Вне всяких сомнений, дети — это один из самых важных результатов близости в браке. Я хочу сделать на этом акцент. Но правда в том, что маленькие дети могут быть самой большой помехой для близости и общения в браке. Услышьте меня, пожалуйста, правильно. Дети невинны, но они не знают своей роли в семье. А по своей природе дети думают, что мир вращается вокруг них. Они также думают, что мир их родителей тоже вращается вокруг них. И их нужно учить, что супруг или супруга — номер один в их жизни, а они — дети. Но и это еще не все. Чувство безопасности в жизни ребенка возникает, когда он видит, что мама — это номер один для папы, а папа — это номер один для мамы. Но если родители позволяют детям принимать самые важные решения в доме, то дети растут, не понимая и не признавая границ. Возможно, именно поэтому мы с Элизабет сфокусировались на этом вопросе. мы, как и многие молодые пары, совершили ошибку, поставив детей на первое место, пока Бог по своей милости вовремя не открыл нам глаза, чтобы мы все хорошенько подкорректировали. Я часто слышу, как родители говорят примерно следующие слова. «Мы хотим делать то, чего хотят наши дети, что они хотят делать. Мы хотим ездить туда, куда хотят ездить наши дети. Мы хотим угождать нашим детям. Причем во всем. И теперь, когда я старше и мудрее, я вздрагиваю от этого». Да, это так. Через минуту выйдет Элизабет и поделится своим свидетельством на эту тему. Но вначале я бы хотел поделиться моим свидетельством, и оно очень даже маленькое. Когда наши дети были очень маленькими, как многие молодые родители, мы хотели быть хорошими родителями. «Ребята, я за вами наблюдаю. Я знаю, что каждый из вас хочет быть хорошим родителем, и это, поверьте мне, прекрасно». И мы начали фокусировать свое внимание не друг на друге, а только на наших детях. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Хорошая забота о детях крайне важна. Я не преуменьшаю важности этого. Но вопрос в том, как создать баланс. Как же нам добиться этого замечательного, уравновешенного золотого баланса? У меня этого баланса не было. Я вообще сражаюсь за него, за баланс. Но сейчас сюда выйдет один из самых сбалансированных людей, которых я знаю. Я хочу поблагодарить ее за то, что она разрешила мне это сделать. Для нее это нелегко, потому что проповедовать, да и вообще в целом говорить, это, скажем, не ее прерогатива. Но, тем не менее, она согласилась сделать это. Пожалуйста, поприветствуйте, Элизабет. У нас было трое детей от четырех до семи лет, и наше расписание было очень плотным. Кроме этого, он возглавлял международное служение, что означало четыре поездки за границу в год, каждая из которых как минимум две недели. Дети часто болели, и я чувствовала огромное давление. Как говорится, скрипучее колесо привлекает больше всего внимания, и для меня это были мои дети. Нельзя сказать, что они требовали внимания. На самом деле, они были прекрасными детьми, но со временем я поняла, что именно они стали центром моего внимания. А также у нас постоянно прерывался процесс передачи информации. Понимаете, когда Майкл уезжал, далеко и надолго, я брала на себя роль лидера, контролировала все аспекты семьи, а когда он возвращался, я с радостью отдавала ему бразды правления. Но это создавало небольшое напряжение. Все это произошло не за одну ночь, конечно. Это накапливалось годами. Если подумать, то мы были на двух разных путях. Мы забыли о том, что в браке нужно прежде всего служить друг другу. Мы забыли о самоотверженности, и это было неправильно. Так мы достигли точки коллапса в нашем браке. Но Господь по своей милости открыл нам, что мы забросили сферу общения. И мне было очевидно, думаю, не только мне, что нам нужно пойти на радикальный мир. Я была уверена, что нужно не просто попросить прощения, а сделать то, что Библия говорит о покаянии. Когда вы каетесь, вы делаете разворот. Поворачиваетесь на 180 градусов. И мы решили в наших сердцах, что с Божьей помощью мы будем каждую неделю уделять время построению отношений. Проблема была во времени. Также для построения отношений мы два, а то и три раза в год уезжали куда-нибудь. Очень просто окунуться во все материальные обязанности, потому что вы ответственны за многие вещи. Но проблема возникает тогда, когда вы забываете, что на самом деле должно занимать первое место в вашей жизни, а именно действовать в лучших интересах вашего супруга. и я молюсь о том, чтобы Дух Святой открыл каждому из вас, что следует изменить в ваших отношениях. Возможно, маленькие идолы, которых вы создали, будут свергнуты, и вы нацелитесь на то, чтобы находить время и работать над отношениями с вашим супругом. Но, тем не менее, как сказал Майкл, у нас действительно есть, если не сказать враги, то небольшие препятствия на пути к благословенному и счастливому браку. Как он сказал, это отсутствие времени, и для этого вам нужен календарь для того, чтобы вы могли удачно и успешно планировать ваши грядущие дни, всю вашу занятость, а также время для встреч, для того, чтобы вы вдвоем могли провести какое-то время со своим супругом или супругой. Далее это дети, потому что именно их зачастую мы ставим во главу угла, и делаем это в ущерб нашим любимым. а далее нам нужно элементарное время и общение. Будьте благословенны. Спасибо большое. Спасибо, дорогая. Работая с другими парами, мы заметили, что когда последний ребенок покидает родительский дом, у родителей не остается ничего общего. Дети были единственной темой их разговоров, единственной темой их планов, единственной целью их времени и усилий. И когда их гнездо опустело, они поняли, что им не о чем разговаривать. Молюсь о том, чтобы это изменилось. Я видел это много раз. И вот почему, когда мы с Элизабет говорим с молодыми родителями, то предупреждаем их о том, что им нужно находить время друг для друга без детей. И даже когда вы наедине, иногда возникает искушение поговорить о детях. Но тогда нужно остановиться и намеренно изменить тему разговора. Развивайте общие интересы. Календарь, дети и, конечно же, конфликт. Давайте больше поговорим о боязни конфликта. Страх конфликтов. Одно из величайших заблуждений это то, что в хорошем браке не бывает конфликтов. Или что конфликты вредны для брака. Хочу напомнить вам то, что я сказал в первом послании. В нашем доме мы слишком духовны. И называем это не конфликтами и не спорами, а бурными обсуждениями. Но услышите меня правильно. Конфликт нейтрален. Если вы справляетесь с конфликтом мудро, то он приведет к еще большей близости. Давайте скажем это вместе. Конфликт нейтрален. Если конфликт решается глупо, то ведет к еще большей изоляции. Я могу сказать вам с большой долей уверенности, что если у мужа и жены не бывает никаких конфликтов, то вполне возможно, что они вообще не общаются друг с другом. Вот вам мой личный совет. Если вы сделаете конфликт вашим союзникам, то вы оба будете расти быстрыми темпами. Почему? Потому что когда вы избегаете конфликтов, то заметите, что кто-то один или оба прячут свои чувства и эмоции в глубокий носок, который есть внутри каждого из нас. А вы знаете, что это, ну, мягко говоря, не очень полезно? Итак, какой же ответ? Вы учитесь тому, как устроен ваш муж или ваша жена. Мы все устроены по-разному. Скорее всего, вы заметите, что один из супругов, чаще мужчина, стремится решить проблемы, а другой женщин — это миротворец. И вот что обоим нужно делать в конфликте, и снова у нас будет три пункта. Во-первых, согласитесь определить темы конфликта, точки конфликта. Определите их. Можете их даже записать. Во-вторых, обсудите вместе и придите к согласию как вы будете их решать. А потом разработайте процедуру. Звучит очень по-деловому, но все значительно проще. Разработайте процедуру решения конфликта. А еще решите разбираться с конфликтами, как только они возникают. Но до этого, если вы еще не научились молиться вместе, то возьмитесь за руки и начните молиться вместе. Это лучшая духовная близость, какую я только могу порекомендовать. Молитесь вместе, пригласите Бога в вашу ситуацию. Молитесь и исповедуйте свои грехи, а не грехи супруга. Вы поняли? Молитесь, принося Богу свои планы, а не говорите, «Ах, дорогой Господь, помоги моему мужу изменить его планы». Нет, Просите Бога показывать вам ваши собственные минусы, слабости и промахи. А также просите Бога излить его любовь, ваше сердце по отношению к вашему супругу. Я понимаю, что кто-то может сказать, «Майкл, в нашем браке общение вообще не существует». Или «В нашем браке общение прекратилось много лет тому назад». Где бы вы ни были, вы можете начать общение в вашем браке снова и снова. Вы можете начать его в любой момент. Вспомните романтические моменты, когда вы ходили на свидание. Это помогает. Вспомните нежные моменты в начале вашей семейной жизни, а потом попытайтесь выдавить из себя странные слова о том, что ваш муж или ваша жена — это дар Божий для вас. Расскажите, насколько сильно вы любите его или ее. А также не забывайте, что есть еще много способов общения, кроме вербального. К примеру, улыбка. Она может разорвать вам щеки, но все равно сделайте это. Потом взгляды восхищения. Служите нуждам вашей второй половины. Делайте это постоянно. Молитесь о том, что важно для нее, а не для вас. Молитесь о том, что важно для него. Попытайтесь выяснить язык любви вашего партнера и говорите на этом языке, а не на вашем. Все мы любим говорить на нашем родном языке. Я знаю, что сложно практиковать говорение на другом языке, но вы можете это сделать благодаря силе Иисуса Христа. Он же говорил на нашем языке любви, когда оставил славу небес и пришел, чтобы отождествить себя с нами и нашими глубочайшими желаниями. Он увидел, что больше всего нам нужно осознание того, что мы прощены, исцелены и восстановлены. И именно это он и сделал на кресте. Когда вы чувствуете злость, отверженность или одиночество, то вам нужно услышать его слово, которое он снова и снова повторяет через Святого Духа. Он говорит, «Я люблю тебя. Я никогда не отвергну тебя. Я всегда с тобой. Я люблю тебя. Я могу покрыть все твои нужды. Мои руки вечно поддерживают тебя. Мои планы на добро, а не на зло. ты выгравирован на моих ладонях. Я несу тебя на плечах, и те, кто трогают тебя, трогают зеницу моего оком. Это наш язык любви». Он говорил на нашем языке любви и сказал все это, когда висел на кресте, а потом воскрес на третий день. А теперь подражайте ему, подражайте ему в ваших отношениях. провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. КОНЕЦ